Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто нас слышит, видит и чувствует. Сегодня наша встреча посвящена уникальному продукту. Мы его называем эликсиром молодости. И эликсир этот молодости как раз имеет своё очень прикладное значение, потому что сама жизнь, наверное, проходит разные этапы. И разные этапы, то есть наступает такое коварное состояние, которое называется старость. И старость имеет свои признаки. У старости есть признак дряблая, морщинистая кожа. Мы часто видим, что походка с трудом, шатающая, еле-еле идёт. Уже не от бедра походка. И вот это всё мы говорим, о, сколько же этому человеку лет. Мы видим, что в более зрелом возрасте, когда человек не может уже читать литературу, надевает очки, масса-масса причин, которые приводят уже не к тому качеству жизни. То есть качество жизни у человека меняется. И, конечно, для этого всего существуют природные законы, потому что природа, она имеет своё свойство. Естественно, старится организм, и он изнашивается, и он должен уходить. Но у нас сегодня появилась возможность этот процесс, я бы сказала, этим процессом препятствовать. Приостановить его. Движение — это жизнь. И действительно, когда мы начинаем анализировать и смотреть, а где же все эти движения обеспечиваются и чем они обеспечиваются, обеспечиваются, более двухсот суставов в нашем организме. И эти движения самые простые, самые элементарные. Мы обслуживаем себя, мы готовим, мы съедим, мы носим вещи, мы всё движение — танцуем, спортом занимаемся. Везде-везде это действительно те необходимые 200 суставов, которые обеспечивают это движение. И все эти суставы, они различаются по размерам, по функциям, но у них у всех практически одинаковое строение. Это строение заключается в том, что есть две суставные поверхности, которые покрыты хрящевой тканью. Эта хрящевая ткань выполняет функцию гладкой такой структуры, которая не позволяет костям тереться друг от друга. Кроме того, эти все суставы заключены в суставную оболочку, в суставную сумку. И внутри этой сумки находится суставная жидкость. Эта жидкость выполняет роль амортизатора, роль смазки. И по мере взросления человека количество этих смазок, этой суставной жидкости уменьшается. Оно может уменьшаться не только по мере взросления, она может уменьшаться в связи с тем, что человек получает какую-то травму или элементарно не употребляет физиологическую норму воды. Либо возникает какой-то ушиб, воспалительный процесс и уменьшается количество этой жидкости. Кроме того, даже увеличение привычной массы тела приводит к тому, что эта межсуставная щель уменьшается в размере и происходит постепенное трение этих хрящевых поверхностей и эти хрящевые оболочки стираются. Вот так возникают различные проблемы с суставами, которые в медицине можно обозначить разными терминами. Это артрит, артрост и как угодно это можно назвать. Но сам факт то, что сустав начинает страдать, это проявляется не всегда с первого момента воздействия на сустав. Это может проявляться с годами, со временем. И следующий слайд, наверное. И вот обратите внимание о том, что сам сустав образован двумя костями и суставные поверхности окутаны синавиальной жидкостью. Так вот, синавиальная жидкость – это природное вещество, которое обеспечивает, называется, гиалуроновая кислота. Гиалуроновая кислота и хандроэтин в организме, они имеют колоссальное физиологическое свойство и действие. Каждая из этих составляющих выполняет определенную физиологическую роль. Гиалуроновая кислота задерживает жидкость, и за счет этого накапливается эта внутрисуставная жидкость, то есть сохраняется постоянство этой внутрисуставной жидкости. А хандроэтин, он принимает непосредственно участие в формировании хрящевой ткани. И вы видите на слайде, что в возрасте до 20 лет этот процесс стабильно уравновешен. А уже после 20 лет, ну, к примеру, к 40 годам, мы уже видим на 50% снижение и гиалуроновой кислоты, и хандроэнтина в организме. То есть уже в возрасте 40 лет начинаются проблемы со стороны суставов. Однако не все это чувствуют, не все это замечают. То есть мы говорим о том, что практически с 20 лет уже начинается процесс старения, потому что организм перестает эффективно и качественно выделять гиалуроновую кислоту, и хандроэтин, значит, хотим мы этого или не хотим, наши более 200 суставов начинают подвергаться дегенеративным изменениям. То есть, ну, изменяется их состав, изменяются их функции и свойства. И, конечно, возникают проблемы. Эти проблемы, которые в том... Самые разноплановые. Самые разноплановые. Это могут быть артрозы, когда происходит разрастание костной ткани. Это просто элементарно возрастной износ. Это может быть... Мы говорим, что если не синтезируется достаточно гиалуроновой кислоты и хандроэтина, так вот этот износ-то и происходит. Длительная и излишняя нагрузка, это может быть связано с какой-то тяжелой выполняемой физической работой, либо это может быть связано с тем, что избыточная масса тела, и она приводит тоже к большой нагрузке на суставы. Кроме того, может быть еще ситуации по жизни односторонняя нагрузка, что мы часто наблюдаем у лиц, которые работают на конвейерах. Там в этой нагрузке задействована четко определенная группа суставов, и каждый день эта группа суставов очень мощно функционирует. Поэтому это тоже может привести к появлению проблем со стороны этих суставов. Большие спортивные нагрузки. Сегодня очень популярны различные виды спорта, танцы. И молодежь этим занимается. Даже в детском возрасте начинает этими вещами увлекаться, но не задумывается о том, что суставы могут испытывать действительно колоссальную нагрузку. Потому что, задумайтесь, один грамм гиалуроновой кислоты задерживает 6 литров воды. То есть основное свойство гиалуроновой кислоты – это удержать эту воду. А посмотрите, патология межпозвоночных дисков. Что такое диск? Это гелеобразная субстанция, которая состоит из воды. И если нет достаточных условий, гиалуроновая кислота все меньше и меньше синтезируется в организме, то невольно происходит проседание этих дисков и возникает... Сегодня настолько это выраженная проблема, связанная со спиной. Сегодня грыжи позвоночных дисков уже встречаются у молодых людей до 30 лет. А после 30 это вообще считается, что они уже практически инвалиды. Поэтому патология межпозвоночных дисков – это тоже связано с дефицитом гиалуроновой кислоты. Существуют еще врожденные X и O-образные искривления ног. И это связано с определенными особенностями развития человека. И вот это искривление, оно изменяет характер нагрузки на суставы. И поэтому суставы гораздо быстрее приходят в негодность. Ну и не забывайте, есть еще такая проблема. Проблема нарушения обмена веществ. Эта проблема нарушения обмена веществ выражается, если говорить о суставах, в виде всем вам известного состояния, которое обозначается как подагра. Это состояние очень-очень болезненно для большинства людей. И при этом происходит действительно воспалительный процесс в суставах. И нарушается их подвижность, нарушается их функция. Ну, в проблему старения я сюда еще могу внести, конечно, связанные состояния кожи. Потому что дряблость кожи, появление морщин – это тоже дефицит гиалуроновой кислоты. И на сегодняшний день очень актуальные проблемы, которые связаны со старением глазного яблока. То есть само глазное яблоко – это тоже субстанция, которая требует гиалуроновой кислоты. И высыхание, усыхание – это просто, по-простому, но тем не менее, понятийные вещи вызывают деструкцию этого глазного яблока. И отсюда возникают различные проблемы, которые связаны с качеством зрения. Поэтому проблемы старости, которые мы сегодня показываем, это стереотипы, что старый человек – это после 60. Мы сегодня говорим, что старый человек после 20 лет, и нужно задуматься, что же делать. Решения различные. Сегодня настолько актуальны введение гиалуроновой кислоты непосредственно в очаги поражения. Косметология пользуется всеми этими, так сказать, пособиями. Инъекциями пользуются хирурги, ортопеды, травматологи. Ну и есть сегодня, на сегодняшний день действительно современное решение. Альтернативное решение? Почему альтернативное решение? Потому что проблемы с суставами инъекции не всегда решишь. Не забывайте, что у нас более 200 суставов. И с помощью углы можно попасть только в крупные суставы, а мелкие суставы. А как там эту проблему решать? А ведь этот процесс затрагивает все суставы. Ну, те, на которые больше ложится нагрузка, они в первую очередь сигнализируют. Ну, а проблема-то со всеми суставами. Поэтому и появилось такое альтернативное решение, как же помочь нашим суставам. И этим альтернативным решением как раз и является предлагаемый продукт, который называется билурон. Состоит он из гиалуроновой кислоты, состоит он из хондроитина сульфата, инвертированного сахара, витамина Е, калия сорвата и воды. Обратите внимание, мы говорили о здоровом суставе и необходимости условий здоровья сустава. Наличие гиалуроновой кислоты и хондроитина сульфата. И вы представляете, сейчас вот в этом новом продукте предоставляется составляющая с очень небольшой композицией консервантов в виде калия сорбата и инвертированного сахара. И, конечно, витамин Е, он вносит свой очень серьёзный вклад и как антиоксидант, и как источник витамин, оздоравливающий свои свойства. Поэтому на сегодняшний день мы считаем, что это очень серьёзная помощь до этапа, я бы сказала, профилактической помощи суставу, и чтобы не развились уже серьёзные поражения, которые может ожидать наш организм. Какие дополнительные преимущества есть у этого прекрасного продукта? Во-первых, он имеет свойство накапливаться. А раз накапливается, значит, он уже начинает оказывать своё профилактическое действие, плюс он помогает запускать процессы выработки собственного внутреннего хондроитин сульфата и гиалуроновой кислоты. А вы помните слайд, который мы показывали, в возрасте 20 лет уже снижается выработка этих двух активных веществ, и вот с помощью гиалурона мы можем опять возобновить выработку этих двух активных веществ. И, естественно, это уже этап стоит оздоровление и омоложение, поскольку запускаются процессы самовыздоровления, самоомолаживания. История создания данного продукта очень интересная. Нам подсчастливилось с этим уникальным учёным, доктором Нильсом Душиком, общаться, слушать его очень интересные лекции, знакомиться с его работами. И действительно нас вдохновила сама история этого продукта, потому что более 20 лет человек работал над созданием данной такой вот уникальной… Вот и моё состояние, и моё внутреннее впечатление, и уже собственные результаты, всё это, конечно, уникальная вещь, которую мы сегодня смогли получить. Более 1200-700 экспериментов. С 2000 года проводились исследования на животных. Вообще, как сам Нильс Душик рассказывал, что задача ставилась по помощи животным, это лошадям и собакам, поскольку это действительно серьёзная проблема, то есть это был такой коммерческий интерес помочь лошади очень дорогой. Элитной группе лошадей. Лошади беговые. Как он сам нам рассказывал, что вот эти наездники, которые с лошадьми работали, видели хороший результат. И они сказали, почему нам не попробуются? Ну, почему, что вот наши животные пользуются, и давайте на нас. То есть это был невольно добровольцы, которые, спортсмены, добровольцы это использовали. И когда этот результат набирал, заметьте, это была Германия. В Германии серьёзно приходят ко всем этим вещам. То есть это серьёзный научно-экспериментальный полученный опыт. И в 2013 году продукт был зарегистрирован у нас в России. Вы сейчас имеете возможность посмотреть производство. Короткий ролик о производстве. Короткий ролик о производстве. Подробнее. Подобнее. Д Groим. Д Truе. Полез Focus. И в чем, конечно, уникальность этого продукта билурона? Уникальность в том, что Нильс Душик так сумел создать этот продукт, что этот продукт, проходя через стенку кишечника, он после попадания в кровь, он вновь сохраняет свою молекулярную структуру. Он вначале распадается на моносахариды, а потом, пройдя через стенку кишечника, поступая в кровь, он опять соединяется в виде полисахарида. И вот эта полисахаридная химическая формула транспортируется кровью прямо к очагам потребления, то есть в суставные сумки и суставные поверхности. Вся проблема имеющихся продуктов, не одна наша компания имеет продукты гиалуронового происхождения, но как раз вот эта уникальность заключается в том, что если наносить гиалуроновую кислоту на кожу, пить ее в таблетках, то она до своего места назначения не попадает. То есть это получается, ну, будем говорить, такой холостой прием продукта. Поэтому сейчас мы знаем, что все эффективные методы доведения гиалуроновой кислоты до очага, они требуют, естественно, непосредственного вкалывания, либо в сустав, либо под кожу вкалывания, либо, конечно, введение, ну, мы знаем тоже, как окулисты гиалуроновую кислоту подкладывают в область глаза, ну, как бы все эти вещи имеют, конечно, свои ограничения. Вот как работает белурон? Белурон работает как раз за счет своего вот такого комплекса наличия гиалуроновой кислоты и хондроитина сульфата. Он непосредственно начинает оказывать влияние на сустав, помогать ему давать материал для строения новых клеток. И поэтому это очень правильная вещь. И самое главное, нужно помнить еще одни детали. Путь движения белурона через 15 минут после приема он появляется в лимфе, а через 24 часа он уже достигает суставных поверхностей. А в целом во всех тканях накапливается спустя 3-5 месяцев. Вот эта информация чрезвычайно важна. Для того, чтобы действительно этот продукт хорошо и качественно доставлялся до суставов, нужно, чтобы была чистая лимфа. А лимфа – это как раз та структура, та субстанция, которая осуществляет сбор всяких шлаков и токсинов из наших клеток и транспортирует их дальше в участки, где очищается. Значит, нужно, чтобы эта лимфа была чистая, тогда и транспорт этого продукта, суставы, будет более качественный. И еще очень важный момент, обратите внимание, во всех тканях накапливается через 3-5 месяцев. Если мы реально хотим получить эффект омоложения, мы должны, чтобы этот продукт был во всех тканях. Следовательно, нам нужно его принимать не день и не два, и не месяц, а как минимум 3 месяца, и мы тем самым получим очень хороший качественный результат, качественный эффект. Еще бы мне хотелось сказать в данной теме информацию следующего порядка о том, что это продукт не противообезболивающий. Это продукт, который имеет свое растянутое время воздействия. Что многие думают, что… Пролонгированный результат. Пролонгированный. Серьезные проводились исследования Нильсом Душком. Это были действительно подтверждающие факторы, что через 15 минут продукт появляется в лимфе. То есть это были исследования радиозатопного характера. Поэтому мы говорим, что лимфатический путь доставки – это очень эффективный путь доставки. И заметьте, только через сутки он появляется в суставах. И процесс аккумуляции накопления происходит около полгода. Мы этим продуктом пользуемся сами. У меня собственный результат, имеющийся в суставах, когда после физических нагрузок спортивного зала у меня развились серьезные проблемы в коленных суставах. Причем настолько были серьезные, что я не могла уже пользоваться любимыми туфлями. То есть ходила в сапогах, потому что были невыносимые боли. И повезло мне встреча действительно с этим уникальным продуктом. И я начала им пользоваться. Причем пользовалась доза была указана одна. У меня появилась другая информация. Она была более интуитивная. Через две недели я могла встать на лыжи и коньки. И прошел отек в суставах. Я не расценивала этот продукт как противоболевой. Что только через 3-5 месяцев у вас будет накопление в суставах, в мышцах, в тканях, в соединительной ткани. А заметьте, соединительная ткань – это и клапаны сердца, это соединительные ткани позвоночника, сосудов всех. То есть он действительно на сегодняшний день – это эликсир молодости. Потому что очень многие люди считают, что укол, таблетка – это спасение. И ничего при этом больше мы делать не будем. Но самые интересные вещи, которые у нас возникали в процессе приема продукта… И нам часто задавали потребителей такой вопрос. Почему, когда они начинали употреблять этот пардокс, через какое-то время, обычно через 5-7 дней, у них стали появляться боли в суставах? Причем я сама с этими столкнулась вещами. То есть у меня болели коленные суставы. Вдруг у меня начались проявления в мелких суставах рук, на подошвах, на самих стопах эти мелкие суставчики начали болеть. Но я уже, так сказать, человек-ученый и очень много информации понимала. И в рекомендациях значится, что когда запускается процесс обновления, получает организм продукт нового, так сказать, новые условия. То есть организм впадает в здоровье. И он, естественно, начинает реагировать. Казалось бы, должны проходить боли, а они на каком-то этапе. Не у всех это происходит. Да, это не у всех. Но пугаться не надо, потому что происходит замещение старых, отработанных поверхностей. Этот процесс, ну, любой пример, если вы сносите старое здание, срываете обои, то будет пыль, будет грязь и будут неудобства. Вот эти же подобные такие примеры, которые они образные и понятны любому человеку, их нужно просто пережить, их нужно просто понять, что это идет реакция, нормальная реакция и не пугаться. И мы своим потребителям в таких случаях говорим. Вы радуетесь, что у вас появился такой симптом, такой признак. А чему радоваться? А тому, что действительно гиалуроновая кислота и хондроитин попали в сустав. И коль гиалуроновая кислота попала в сустав, там стало увеличиваться количество внутри суставной жидкости. То есть в ваших суставах увеличилось количество смазки. Но пока еще суставная сумка не готова к этому большому количеству жидкости, она чуть-чуть растягивается, и вот появляется болевой синдром. Потому что болевые рецепты находятся именно на этой суставной сумке. И, как правило, при дальнейшем употреблении продукта, все эти ощущения проходят, улучшается подвижность суставов. И действительно, все последующие ситуации, эти все слова подтвердили стопроцентно. Поэтому у каждого есть вопрос, лечиться или профилактировать. Да, очень дорогостоящие пособия медицинской помощи с суставом. Замена суставов. Причем ценовая политика, она абсолютно различна. Мы знаем расценки Европы, мы знаем расценки России. Но хочу сказать, что 200 суставов, все, так тысячу хочется сказать, 200, более 200 суставов. И если происходит... Вы их все не замените. Все не замените. Заменяете одно колено или заменяете тазобедренные суставы. Вы устраняете только один симптом, одно проявление, а суть, проблему не устраняется. И дальше начинают следующие, следующие суставы. Поэтому это не абсолютно правильный путь. Гораздо лучше и проще и эффективнее сделать так, чтобы эти суставы в последующем не разрушались. Более того, я хочу сказать, что здесь тоже предостеречь наших слушателей о том, что люди, которые уже обречены на замену суставов, четвертая, пятая стадия, были у нас такие случаи, приходили, покупали биорон, принимали. А результаты, конечно, не достигали. То есть есть понятие сохранности уже органа. Понятие времени есть. Понятие времени. Поэтому если уже не повезло и пришлось поздно встретиться, а чаще всего это пожилые люди. К пожилым людям очень осторожно медицина относится. Их не включают в программы замены сустава, либо ты за свои деньги, пожалуйста, тебе заменят. Поэтому здесь присоединяется уже и расстройство человека, что он не нужен никому, он пытается купить этот продукт, но уже, увы, время прошло. Поэтому все-таки, ну, очень активно пользуются введением гиалуроновой кислоты сейчас косметологические кабинеты и практики, потому что женщине хочется омолаживаться, женщине хочется удалять морщины. Но я вам хочу сказать, это тоже дорогостоящая и болезненная процедура. Поэтому есть выбор. И вот у меня в регионах работает очень много косметологов, я активно собираю информацию о результатах. И результаты потрясающие. Любая клиентка, которая приходит к косметологу, ей предлагают альтернативу. Более того, сам гиалурон поможет не только восстановлению коллагена кожи, а он еще и затрагивает массу всяких параллельных условий, где работает. Вы знаете, активно пользуется, потому что он действительно имеет свое очень-очень эффективное действие. Очень эффективное действие. И, конечно, чтобы эффект от применения этого продукта был качественный, помните о том, что организм должен быть достаточно подготовлен к этому. Что значит подготовлен? То есть должен быть чистый. Мы вам показывали слайк, где биолурон всасывается через лимфу, лимфы транспортируются, значит, лимфа должна быть чистой. А для этого нужно, чтобы в вашем организме постоянно, регулярно была качественная система очистки, которой мы уже как-то говорили, которая называется Coral Detox. Действительно, это система, которая позволяет выводить 90% водорастворимых токсинов. И это действительно эффективно. И тогда очищенная лимфа – это хороший транспорт продукта уже к суставам, и не только к суставам, а вообще к клеткам всего нашего организма. Нам еще были получены результаты, когда, употребляя коралловую воду вместе с H500, мы получали возможность вывода шлаков и токсинов из суставных поверхностей. Поэтому дополнительно к помощи биолурона, чтобы осуществлялся доступ гиолуроновой кислоты, хондроитина, сульфата, у нас появляется возможность еще и выводить эти токсины. То есть это получается двойная помощь. И, конечно, лимфа, она сама по себе, это санитарная служба в нашем организме. Она ежесуточно получает порцию грязи. Поэтому, если вы берете себе в правило употребление коралловой воды с H500, это дает дополнительную помощь в получении эффекта. И, конечно, мы говорили о том, что биолурон имеет основной механизм всасывания в тонком кишечнике. Поэтому в коралл-детоксе для этого тоже существует определенная помощь. Мы помогаем, оптимизируем работу поджелудочной железы, употребляя ферменты. Мы рекомендуем употребление лецитина, который помогает на работе кишечни, помогает желчегонный эффект, который, так сказать, участвует в эвакуации жирорастворимых токсинов. И, конечно, мы уделяем огромное внимание употребления клетчатки. Поэтому, когда вы используете коралл-детокс, и на фоне коралл-детокса употребляется биолурон, то, несомненно, эффективность помощи организму возрастает на несколько порядков. Поэтому вот этот комплекс употребления биолурона в комбинации с коралл-детоксом приводит к ощутимым результатам, оно закрепляет свой эффект. И, конечно, вы получаете хорошую-хорошую помощь своим суставам. Более того, мы говорили о том, что у определенной части людей развиваются разные осложнения. Так вот, чтобы эти осложнения не приносили серьезных переживаний, беспокойств, и не складывалось впечатление, что вы не переносите данный продукт, это, конечно, помогает, несомненно, дополнительная помощь. Многие считают, что я попью биолурон, и не нужны мне вот эти сопутствующие участники. На самом деле, нам показывает практика, мы с этим сталкивались лично в своей практике, о том, что намного эффективнее осложнения при этом при всем уходят. И, конечно, вот сегодня, говоря об этом продукте, мы его называем эликсиром молодости, потому что, поверьте, наличие биолурона, в биолуроне гиалуроновой кислоты и хондроитина сульфата – это решение не только суставных проблем, это восполнение, возможность удержать той внутриклеточной жидкости. Это омоложение в соединительной ткани, а это и состояние нашей кожи, это состояние наших глаз. То есть это действительно правильное решение для сохранения молодости и активного своего долголетия. И мы вам желаем правильно, разумно, взвешенно подойти к тем рекомендациям, которые вы услышали сейчас в нашей встрече. И, конечно, мы знаем, что результат будет за вами, результат у каждого будет свой, потому что время – неумолимый фактор. Кому-то во времени нужно меньше, так сказать… Коррекции этих нарушений. Да, этих нарушений. На самом деле вы на правильном пути, и если вы будете выполнять всё поэтапно, осознавая, ну, как вы осуществляете свои гигиенические процедуры, как вы ухаживаете за своим телом, как вы ухаживаете за своим домом, вам предстало ухаживать за вашим храмом, в котором живёт душа, и чтобы вот это всё было… И помните, что жизнь – это движение. Жизнь – это движение. А чтобы ваша жизнь была и дальше, у вас должно быть хорошее движение. А хорошее движение – это приём хорошей дозы белурона. Это правильное ваше решение. Поэтому ваша главная задача – профилактика старости и сохранение молодости. Удачи вам! Добрый путь!